Тем временем врачи предостерегают, что солнце или его чрезмерность может стать причиной других заболеваний. К примеру, очень осторожно надо быть тем, у кого артериальная гипертензия. Перепады давления в организме часто случаются именно в жару. О том, что нужно знать в то время, когда синоптики прогнозируют плюс 30, об этом поговорим с врачом-невропатологом Каэрголей Каеевым. Добрый вечер, Каэрголи. Здравствуйте. Скажите, кому лучше воздержаться от прогулок в жаркую погоду? От прогулок в жаркую погоду лучше воздержаться тем, кто страдает с сахарным диабетом, у кого есть атериальная гипертония, у кого были судороги в анализе и тем, у кого есть хронические заболевания. Лицам пожилого возраста также стоит предоставить от прогулок в жаркую погоду. А какие меры предосторожности нужно соблюдать всем? Ну, во-первых, в жаркую погоду мы теряем не только воду, но и соли с обильным потоделем мы теряем соли. Поэтому желательно пить не только воду, но и желательно тоже пить минеральную воду, которая богата солями. Желательно носить головные уборы с козырьками, чтобы защищаться от солнечных ударов. И желательно обильно пить теплую воду именно в утреннее или вечернее время, когда в организме насыщается в межтаконевом пространстве жидкость. И нужно отказываться также от слабких напитков, таких как Кока-Кола, Спрайт и тому подобное. То есть от таких напитков в жаркую погоду, наоборот, надо отказываться. Спасибо вам. С нами на связи был врач Кайргали Канеев.